Здравствуйте, друзья! 89% набрал турнир в Сиане, первый в истории снуки России Гран-при. Турнир в Шанхае, который был на старте сезона, набрал 85% в нашем опросе в телеграм-канале и в группе ВК. И это несмотря, кстати говоря, на победу Джада Трампа. Тут Трамп тоже дошел до финала, но, правда, финал проиграл. И, честно говоря, я думал, что процент в связи с этим будет чуточку поменьше, чем это было даже в Шанхае. Но, видимо, тут сказалось то, что все-таки турнир в Шанхае был пригласительным. И пригласительные турниры не очень любят, более скептически как-то к ним настроены. В том числе, кстати, и я, и говорил об этом тоже в одном из прошлых видео, что пригласительные турниры как-то смотреть не так интересно, как рейтинговые, даже несмотря на то, что там играют больше топов. В этот раз я тоже прогласовал за «да», хотя и половину турнира довольно плохо себя чувствовал. Наверное, кто был в наших эфирах, тот заметил. Да и до сих пор не до конца выздоровел. Ну, ладно, это не так важно. В любом случае до какого-то момента были сомнения по выбору. Но все же один из полуфиналов и финал удались. Немного смутило, даже не немного, а довольно сильно, что по большому счету был всего один телевизионный стол нормальный. И это, конечно, очень странно для такого рода турнира. Но в группе ВК мы добились и хорошего качества, и возможности стримов с любых столов, кстати говоря. Так что, как говорится, подписывайтесь. Ссылки все есть в описании к этому видео. В целом, 89% — это реально довольно много. В прошлом сезоне всего лишь три турнира набрали более чем 90%. Это был чемпионат Великобритании, Мастерс и Гран-при. Что общего, но этих всех турниров, думаю, не стоит говорить. Хотя, на самом деле, Ронни и турнир в Саудовской Аравии выиграл, но там было всего 83%. Но тот турнир реально много кому не понравился. Там довольно много было нюансов. Ну и, что касается самого Сианя, то, если говорить про финал, то, наконец-то, мы увидели боевые финалы. Это тоже, наверное, дало какие-то определенные проценты. 18 из 19 возможных фреймов. Потому что все же последние финалы проходили без какого-то высокого уровня борьбы. Последний раз боевой финал был на Players Championship в прошлом сезоне, когда Аллан обыграл Айнда Джана со счетом 10-8. Ну и Кайрон Уилсон победил действующий чемпион мира. В принципе, на первом же крупном турнире рейтинговом сезона. Можно сказать, что все доказал. Много встречалось комментариев о случайном чемпионстве, к сожалению, и в наших соцсетях. Но на первом же турнире, в общем-то, Кайрон сумел продемонстрировать довольно высокий уровень игры, во всяком случае, относительно остальных. Ну и в целом, случайное чемпионство, это тоже, да, такое словосочетание, не совсем правильно. Чемпионат мира это, по большому счету, один турнир, на котором, в общем-то, может быть все. Да, и мы видим, как выступает Брисель после чемпионата мира. Но на чемпионате мира он был действительно хорош. И уж даже его чемпионство случайным назвать никак нельзя, как, в общем-то, и любое другое чемпионство. Да, финал не был самым высоким по уровню игры. Но зато какая была борьба. Почти в каждом фрейме, причем, была борьба. Было несколько продолжительных фреймов, которые более получаса продолжались. Ну и вообще, во всем этом стоит отметить, что очень сильно изменился Кайрон Уилсон. Я тут не про внешний вид, хотя это, конечно, тоже. Но вот больше уверенности в игре Кайрона. Он более спокоен, он более раскрепощен. И именно победа на чемпионате мира придала ему все это. И хорошие деньги заработаны на чемпионате мира. Это тоже немного раскрепощает. Мечта сбылась. Да, он сам говорит, что молод и много чего еще можно выиграть. Это действительно так. Но в некотором смысле уже, как бы, дело, к чему он так долго шел, как он сам говорит, 6 лет. Это дело сделано. И теперь, в общем-то, можно просто играть и получать удовольствие. Что он, в общем-то, на этом турнире и сделал. Если в Шанхае не получилось, в первом же матче он проиграл Джоу Юлуну, то здесь путь был намного более продолжительным. Первый матч в 5 утра он проводил по московскому времени. Смотрел я и тот матч. Это был матч против Харриса Тахиры из Пакистана. И уровень игры был, конечно, не очень высокий там. Кайрон, он, ну, победил. Победил тогда 5-2. То же самое можно сказать и про матч против Хэга Цана во втором раунде. Такой же счет 5-2. Но опять, вот, уровень все-таки игры был довольно низок. И казалось, что далеко Кайрон не пройдет. А проходит сейчас только из-за того, что уровень соперников не такой высокий. Затем был Рикки Волден. И там опять все повторилось. Это уже был третий раунд. Причем в том матче у Кайрона и две сотинки прошли. Но все равно вот это какое-то чувство такое, что уже вот-вот-вот Кайрон вылетит. Оно все равно сохранялось. И в четвертом раунде, это была 1-8 финала, ближе к вылету уже было сложно, наверное, находиться. Играл против Джимми Робертсона Кайрон. Проигрывал по ходу встречи 2-4. Удалось, и ведь был в седьмом фрейме у стола Джимми на серии. Но удалось, удалось переломить ход встречи. Сравнял счет Кайрона и в решающем фрейме более 50 очков был перевес у Джимми Робертсона. И все равно Кайрон Уилсон проявил бойцовский характер, который в какой-то момент казалось, что у него уже утерян. Это было в прошлом сезоне, очень много матчей проигрывались уже, которые, казалось бы, выиграны. Но конкретно в этом матче Кайрон проявил вновь свой бойцовский характер и все-таки, все-таки вышел в четвертьфинал. И этот матч стал переломным для Уилсона на этом турнире. Затем он без труда, без проблем обыграл Сюйси, который дошел до четвертьфинала. Тоже очень хорошее выступление для китайского Снукириста. Он был единственным представителем Китая в четвертьфиналах. Ну, а затем в полуфинале и в финале уже двух серьезных соперников встретил Кайрон. Двух лучших игроков, одних из лучших игроков не только современности, но и вообще-то за всю историю Снукира. Сначала разобрался с Ронни О'Саллиом, хотя разобрался, наверное, не совсем правильное слово. Там-то счет был 5-1 и действительно Кайрон играл просто замечательно. Мог выигрывать и более крупно, но он все-таки Ронни начал свою погоню. И в одном из фреймов завершил фрейм флюком. Причем были споры, флюк или не флюк. Был у нас опрос и в Телеграм-канале тоже по этому поводу. Ну и там мнения разделились, примерно причем в равном процентном соотношении. Но я все-таки считаю, что это был флюк, тем более сам Ронни извинился. Ну, тут как бы каждый решит для себя сам. Ну и в итоге начал погоню Ронни, счет стал 5-4. И тут Кайрон тоже не сплоховал, не поплыл и все-таки в итоге сумел выиграть матч. Причем завершил его сотеной серией. Ну и в финале, в финале Джад Трамп был противостояние, конечно, между ними очень принципиальное. Примерно одного возраста игроки. Конечно, достижения больше у Джада. Во всяком случае, так всегда было, да, и Кайрон чемпионом мира не был. Но все-таки в финале, в очень упорной борьбе, сильнее оказался Кайрон Уилсон. Ну и это ведь первое поражение Джада в этом сезоне, да. Причем, как я уже отмечал в принципиальном противостоянии, 4 года Трамп не проигрывал Кайрону. Но, как говорил Кайрон Уилсон сейчас уже совсем не тот, что был до победы на чемпионате мира. Ну и ведь Джад тоже, да, он не просто обыгрывал всех своих соперников в этом сезоне. Он обыгрывал очень уверенно. Если мы вспомним Шанхай, то там более 5 фреймов он никому не проигрывал. Уверенно обыграл Сидзухуэя Марка Уильямса со счетом 6-2. Там 10-3 с Ронни, 11-5 с Шоном Мерфи. Ну и здесь в Сиане тоже до финала более 2 фреймов никому не удавалось выиграть. 6-1 с Уэллсом, 5-2 с Гилбертом, 5-1 с Джеком Джонсом, финалистом чемпионата мира Илюха Утянем, 5-0 с Махайлу. Ну, в общем, играл просто блестящий Джад. Во всяком случае, по счету. Не сказать, что игра его была настолько шикарна, но, собственно, ни одной сотенной серии у Джада до финала даже не было. Ну и в финале Джад все-таки первое поражение в сезоне получил. Классический опрос проводили мы в Телеграм-канале перед финалом. И там, пожалуй, довольно неудивительные были результаты опроса. 78% считало, что Джад победит. И 22% всего лишь верили в Кайрона Уилсона. А вот кто болел за Джада и за Кайрона, тут чуть поближе. Результаты 60% за Джада и 40% за Кайрона Уилсона. То есть, на самом деле, мало кто верил в победу Кайрона. И многие, кто болел за Кайрона, все-таки верили больше в победу Джада Трампа. И, наверное, я был одним из них. Но, в целом, это в любом случае заслуженная победа. Заслуженная победа, которая позволила Кайрону приблизиться максимально близко к лидерам рейтинга. Он остался на третьем месте. Но теперь его отставание от первого места всего-навсего 28 тысяч очков. И, в принципе, уже даже в Саудовской Аравии есть шансы стать лидером рейтинга. Но там, правда, шансы у многих есть. Вплоть до Шона Мерфи, который на седьмом месте сейчас идет в рейтинге. Седьмая рейтинговая победа Кайрона Уилсона. И одна из самых крупных в карьере. Это, кстати говоря, да, после чемпионата мира. Пусть, наверное, все-таки турнира в Шанхае. Хотя там по тем временам призовые были поменьше в 2015 году. Ну и этой победой Кайрон не позволил Джаду Трампу обойти Стива Дэвиса. По количеству рейтинговых побед выйти единолично на четвертое место. Так и осталось у Джада 28 рейтинговых побед. Но сомнений никаких нет, что в этом сезоне Джад уже справится с этой задачей. Ну а сам же Кайрон, выиграв свой седьмой титул, обошел целую когорту игроков. Это Али Картер, Стивен Магуайр, Стюарт Бинхэм, Кен Дуэрти. И вышел на пятнадцатое место за всю историю Снукера по рейтинговым победам. Но там, правда, дальше далековато. Там по девять титулов у Питера Эбдена и Джона Перрота. Ну и что касается рейтинга, Джад стал первым номером рейтинга. Причем интересно, что у них абсолютно одинаковое количество очков с Марком Алланом. Аллан 111 дней пролидировал. Ну и честно говоря, стоит отметить, что Джад и лидерство Джада Трампа полностью заслужено. Несмотря на поражение в финале от Кайрена, я все равно считаю, что именно Джад Трамп сейчас самый сильный игрок. Во всяком случае, это точно не Аллан, за игрой которого смотреть местами бывает тяжеловато. Ну а сам Аллан проиграл в четвертом раунде Барри Хоукинсу. Стоит также отметить, что Джад-то вообще скоро догонит Ронни по количеству дней лидирования в рейтинге. Именно после 2010 года, когда была введена новая система рейтингов. Ну если мы обратимся к этому рейтингу, то увидим, что с 2010 года не так-то и много снукеристов были лидерами рейтинга. Здесь меньше всего дней у Дина 21 день, вот 101 как раз у Аллана, 132 у Уильямса, 287 у Хиггинса и 484 дня уже больше года у Нила Робертсона. Ну и дальше большой перевес. Там у Джада 841, 904 у Ронни. Ну и далеко-далеко-далеко впереди Марк Селби, которого почти 2500 дней. Тут не скоро и вряд ли в целом Джаду, как и Ронни у Саллана, да и кому-то. Либо еще в ближайшие годы, а может и в десятилетие удастся Марка Селби обойти. Но уже в этом сезоне, в общем-то, Джад может обойти в этом рейтинге Ронни у Саллана. Что касается двугодичного рейтинга, то здесь мы видим минус 2 у Бриселя, который продолжает отдыхать уже второй год. Джоан Хиггинс, несмотря на раннее поражение от Акани Сангсер Савадо, обошел Барри Хоукинса в борьбе за 15 место. Ну и Сюйсы плюс 7, за его четвертьфинал стал он 49-м. Плюс 13 у Дэниела Уэллса, за его третий полуфинал в карьере он стал 53-м в рейтинге. Ну и вообще Уэллс, конечно, молодец. Третий полуфинал в карьере. Давно уже я слежу за этим Валийцем и приятно, что время от времени такие успехи у него есть. Но ему уже и 36 лет, так что как бы пора. Пора уже выходить на новый уровень. Стоит также отметить и Дэвида Гилберта. Рассказывал он о своих проблемах со здоровьем. А конкретно у него развился приступ Ишиаса, из которого ему больно ходить, спать и вообще что-то делать. Ну и радует, что до матча против Джада у него вообще не было поражения в этом сезоне. Да и с Трампом, в принципе, Дэвид Гилберт выглядел достойно, но Джад есть Джад. Такие вот расклады перед турниром Саудовской Аравии, который начнется уже 30 августа. Но он, правда, перемешает абсолютно все в рейтинге. Хорошо это или плохо сказать сложно. Мне такое не очень нравится. Ну и в конце хочется вспомнить и про Доминика Дэйла, который объявил, к сожалению, о том, что этот сезон станет для него последним. Очень жаль, но сам Доминик, кстати, в Китае хорошо выступил, дошел до четвертого раунда, обыграл Сейн Хама, Шона Мерфи и как раз Дэниелу Уэллсу проиграл. Ну а заканчиваем сегодня фотографией действующего чемпиона мира с победы на его первом рейтингом турнире в Шанхае 2015 года.